Информацию о количестве питающихся из того или иного класса столовая теперь получают в электронном виде, притом поименно. Ее направляет учитель со своего компьютера. Вот он список учащихся. Напротив каждой фамилии информация о количестве денег на счете. Зеленое поле значит средств достаточно. Желтый хватит дня на три. Самый неприятный цвет – красный. Если красный, то недостаточно средств для выбранной категории питания. То есть это означает, нужно срочно закинуть деньги на школьную карту. И именно в функции класса руководителя входит оповещение родителей. То есть накануне я обязательно созваниваюсь или отправляю смс-сообщение родителям. И родители уже в свою очередь должны пополнить баланс школьной карты. Ребенка, чья карта в красной зоне, конечно, покормят, заверили нас в школе, с учетом, что родители закинут деньги потом. Но в целом оплата питания теперь авансовая. Баланс карты можно отслеживать на сайте tatarusлуги.ru. Правда, цветовых обозначений там нет, только сумма. Хватит или нет, родители могут посчитать сами. Цена на школьные обеды осталась прежней. На сегодняшний день стоимость питания школьников остается на прежнем уровне. Младшим классом в день обойдется питание 30 рублей, старшим 35, ГГД 15 рублей. Притом 6 рублей к родительскому взносу за каждый завтрак добавляет городской бюджет. Кроме того, ученики младших классов 4 раза в неделю получают стакан молока. Мы единственные остались в республике как повторимое молоко. Нужно здесь добавить, что у нас на сегодняшний день спел по четвертый класс школьники получают бесплатно повторимое молоко. Нижнековские дети школьной столовой пользуются активно. Охват школьным питанием составляет более 90%. В некоторых школах, например, 29-й завтракает 99% учащихся. А что давали? Макароны, котлету, сыпу и сок. Все съел? Да. Очень вкусно, мне понравился. А есть что-то, что ты не ешь из школьной столовой? Гречку я не люблю. А часто дают гречку? Нет. А что любишь? Макароны. Макароны с котлетами никогда еще дают сок. Любимые всеми детьми макароны с котлетой они получают не чаще, чем один раз в 14 дней. В школах работает по двухдневному меню. Оно согласовано с санитарными врачами и исключительно здоровое. Например, школьникам дают хлеб с морскими водорослями, овощи, фрукты и, конечно, каши. Качество питания может проверить любой родитель в любой школе. Ему дадут продегустировать. Попробовали мы? Наш вердикт вполне съедобный и гораздо вкуснее, чем в то время, когда мы сами были школьниками. После дегустации родители попросят написать свое мнение о питании. Фразы типа «все понравилось, управление образования» не устраивают. Специалисты ждут конкретных замечаний и предложений, чтобы завтраки учащихся становились еще лучше. Евгения Грубакова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.